в басик вот туда вот вот туда басик шлепанусь как буду купаться насладно так доберите сразу ящик вдруг домовой отеле придет и ему нет не останется кстати по ящикам то знаете так русик привезли привези манго если будет вас ракешь привезу на фрукты здесь вообще очень низкие цены а вот на продукты питания например на пиво на сигарет о крым присоединился привет ребятки привет кстати что вы понимали вы понимали одна баночка пива вот 05 стоит на русские деньги 300 рублей приблизительно я где танюх я в отеле я отдыхаю у меня выходной наконец-то долгожданный выходной два дня мне дали отдохнуть поэтому я наслаждаюсь викендом викендом мощ мощный так аптека чем еще показать то хотите школу покажу танюша ты теперь водитель я тебя поздравляю все сдала наконец-то на право вообще бомба ты бомба молодец только не говоря об этом артура то он расслабиться ты знаешь родители покажу школу как выглядит школа они тут все ходят в одних формах в одинаковых до соколовы у меня выходной совершенно верно он смотрите школа это вот желтое здание это есть школа в ней учатся школьники мы с вами тоже когда-то были школьниками помните так у тебя а как вы там отдыхаете на выходных ребят как отдыхаем нас отвозят в отель и мы кайфуем кайф и кайф кайфуем как тут еще отдыхать по-другому никак о танюш артур был вчера выходной поздравь его пожалуйста от меня пожелаем у всего-всего-всего но жена у него есть дети у него есть там хозяйство есть поэтому чаще пожелать здоровье только можно вот и соответственно достижение всех поставленных целей это от меня а ты молодец ты красоточка сдала на право это вообще гордость мне скажи как там бабушка а тюди не тоже огромнейший привет всем своим передавай привет огромный там как бабуля как там дядя ваня тетя валя дядя миша у всех все хорошо да кто не знал у меня все родственники живут в крыму так приветик из казахстан ты кайфовый желаете встретить достойную девушку спасибо вот этого мне сейчас очень не хватает мне очень нужна достойная девушка очень бабуля норм ходит ну все супер это переживаю уже за бабулю обычно каждый год в мае я летаю в крым к родственникам на месяц но ответе сейчас получилось так что не могу улететь с сейшельских островов не могу слетать в крым к родственникам поэтому поэтому приходится общаться через онлайн так привет какая твоя любимая песня фогеля так как то такой фогель вы извините пожалуйста за возможно мою неграмотность но я не знаю кто такой фогель так кто тебе нравится на проекте на проекте мне нравится в принципе все вот если вы говорите про девушек то то на данный момент девушек нет на проекте потому что у всех там отношения у всех какие-то свои внутренние приоритеты поэтому я со всеми как со сестрами здесь на острове вот но жду ту единственную которая придет так руси не смотрю эфиры ты девушку сини наш нашел да была девушка сейчас один никого нет певец такой фогель фогель видимо певец но посмотрю его репертуар и обязательно вам скажу какая моя любимая песня так кто не нравится нет таких кто не нравится серьезно нет таких кто не нравится мне на проекте потому что если ты к людям с добром то и они к тебе с добром так когда на поляну ребят я вообще без понятия когда на поляну это все не определенное потому что границы закрыты когда они откроются неизвестно вот пришло оповещение из дубаев потому что 7 июля они открывают границы перейду в тенек здесь по проходе так ребятишки повесите 2 секунды я сейчас вернусь вам переоденусь переоденусь пол секундочки не выключайте свой прямой эфир я просто переодеваюсь сожалению показывать вам не буду как я переодеваюсь вам это не интересно по любому не интересно все 2 секунды 1 2 шорты натянул отдел это нормально ловит все хорошо показывают меня ух кайфы кайфы кайфуем так это я случайно переключил не обращайте внимание кристина привет привет ребятушки привет всем кайфы знаете такая такое ощущение потому что обычно очень ай головой ударился так привет 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 к сожалению никого не могу добавить в прямой эфир друзья не обижайтесь не обессудьте на меня вот привет кустинов мне пишет привет каю не добавлю вас прямой эфир устинов не обижайтесь потому что это мой прямой эфир сниму кая майку жарко мне на улице 34 градуса солнце нет 34 градуса на улице жара невыносимая духота это тропики это тропики кто там хотел мужскую грудь посмотреть вот она кайфы кайфу кайфа кайф кайфу я так воеводин и привет 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 ребятушки оба завалюсь немножко о фан группа юли белый привет абдула мой братец присоединился здарова братка в душах прохладный сходи億 знаешь ссылка за сутки ты ходишь раз здесь в душ раз 80 потому что по-другому нереально вообще находиться здесь потому что бешеная жара духа та вообще тропический климат это что-то нечто тропические дожди начинаются за долю секунды вот ясное солнце ясное небо да и вдруг ни с того ни сего как бы бабах нет и все ты сидишь думаешь ё-моё откуда же здесь только воды с неба падает а кстати знаете какая фишка все местное население креольцев м лучше любого местного выглядеть все услышали информация принята очень рад что оказался вам полезен так что-то мне пишет воеводина очень достойно выступил на конкурсе спасибо так ты классная ответь пожалуйста как думаешь хорошо ромашов и белые будут вместе нет друзья ромашов и белые не будут вместе больше никогда для всех фан-групп ромашовые белые отвечаю один раз и навсегда они вместе больше не будут все закончено хоть там белые выставляют посты какие-то что она скучает нет ромашов уже не будет никогда поэтому можете мне не задавать больше эти вопросы и не спрашивайте это все алина смирнова я же тебе ответил что да если твоя страничка настоящая то ты очень симпатичная девушка очень симпатичная девушка поэтому даже не думай даша присоединилась привет я ребятки жара не могу очень жарко очень жарко и зя но и Продолжение следует... Продолжение следует... 15 человек на проекте у нас на острове, нет новых лиц, нет никаких новых приходов, поэтому выехать и побыть одному — это такое счастье, которое просто не передать словами. Продолжение следует... Так, Скалова меня спрашивает, сколько я уже на проекте. Вот буквально через недельку у меня будет уже полгода, шесть месяцев. Шесть месяцев, ребята, шесть месяцев! Вообще ужас! Я, знаете, когда уходил на проект, у меня друг говорит, Рус, ну ты сходи хотя бы два месяца, это уже будет классно на проекте. Ага, задержался. Кайфу. Обстановка по кайфу, я тебя зацелую, я тебя украду у друзей на глазах твоих прямо сейчас. Так, желаю вам скорее новых приходов, чтобы открыли границы. Спасибо! Вон Кристинка пишет, пипец, как быстро время летит, шесть месяцев, ты вообще себе не представляешь, насколько быстро время летит. Какие-то композиции получаются, а какие-то нет. Руслан, ты просто топ, главный контент-мейкер этого проекта, цирк «Булка огонь». О, вам понравился наш цирк. Это прекрасно, это прекрасно, цирк был, был хороший, да. Неизвестно, ребят, неизвестно, очень хочется домой к родителям съездить, к маме, да, к бабушке, к родственникам показаться, вот, но пока нет возможности. Наслаждаемся тем, что имеем, находимся на Сейшильских островах, и это круто, сейчас, тем более, здесь началась зима, здесь у нас практически каждый день тропические ливни, что такое тропические ливни? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Откуда такой вопрос? Я похож на Татарина? Как относишься к тому, что проект смотрят подростки? Вообще, этот проект и рассчитан на подростков, поэтому я считаю, что мы на острове себя ведем хорошо, поэтому для подростков контент нормальный, можно смотреть. Вот, единственное, что может быть не очень хорошо, что показывают, то, да, ничего плохого не показывают, показывают все хорошее, да? Помните, как показали меня? Так, ребятишки, все, полчаса я с вами побываю. Побыл, я пошел в душ, жара невыносимая, поэтому смотрите сегодня за моими сторис, да, всех обнял, поднял, заплакал. Если что, пишите мне в дайрект. Все, пока!